101 пиар 101 пиар 101 пиар 101 пиар 101 пиар 101 пиар сотрудничают, поставляют материалы, либо, наоборот, закупают ваш продукт, соответственно, не поздравить их с Новым Годом любым возможным способом. Но это какое-то нарушение традиции нашего менталитета. Нарушение традиции. В любом случае подвести итог, некую черту, запланировать будущее сотрудничества, проявить знак внимания, в общем. Окей, а цель-то у этого какая? То есть зачем мы это делаем? Ну, понятно, что это дань традициям. Всегда было принято дарить на Новый Год какие-то презенты, подарки. Но я в последнее время, в последние годы замечаю, что это становится какой-то ярмаркой тщеславия, если честно. То есть чем круче, чем дороже ты подарок подаришь, тем более ты преданный, верный, хороший партнер. Но это же не так. Цель-то какая у этого всего действия? Ну, соглашусь, что некоторые компании превращают вручение подарков к действительному ярмарку тщеславия, но есть крупные федеральные, мировые бренды, которые начали относиться к подаркам совершенно по-другому. И заменяют условно вещь, да, неважно, к какой она тематике относится, на какое-то действие. Поощряют благотворительность, поощряют творческую инициативу сотрудников и совместно создают, так скажем, поздравительный продукт. То есть понятно, что в этом году мы отчасти ограничены в своих творческих возможностях, но тем не менее, помимо вещей, немножко можно отойти в сторону, задуматься, проявить фантазию. Действительно, ваш подарок, это не обязательно конкретная вещь из сферы, допустим, как мы говорим, канцелярия, пусть даже и дорогой. Это не всегда корпоративный календарь, это не всегда гастрономический набор с всевозможными напитками, которые порой дарят компании друг к другу. И потом передаривают. Да. Действительно, часто возникает вопрос, зачем дарить подарки, сколько выделить средств на эту статью расходов. Ну, причин много. Основные из них, ну, действительно, мы уже остановились на том, чтобы проявить внимание, заботу, подвести итоги. Это касаемо, допустим, только Нового года. Есть варианты, когда дарят подарки не только на праздники, своим клиентам, например, это некая благодарность. можем ли мы как-то немножко это, то есть, благодарность, сделать приятно, это всё-таки какие-то высокие эмоциональные штуки, но по сути, если уж говорить, как есть, да, и не приукрашать какими-то розовыми фантиками и бантиками, по сути, это вложение в пиар. Правильно? Соглашусь. Это такая рекламная акция, когда ты, ой, сейчас простят меня многие, подкупаешь, возможно, своего клиента, своего партнёра своими знаками внимания, да, если отбрасывает там какие-то дружеские отношения и так далее. От этого результат бывает, это вложение в пиар, это вложение там, ну, грубо говоря, в маркетинг, в рекламу. А окупает это себя, оправдывает вообще? Ну, точных математических расчётов у меня нет, да, действительно, но в любом случае с помощью подарков каждая компания может транслировать свои ценности, своё уникальное торговое предложение, чтобы у второй стороны естественно сформировалась чёткая ассоциация с вашей компанией. Мне не всегда понятно, почему под Новый год все бросаются закупать пледы, да? Соответственно, пледы не в каждой сфере деятельности имеют прямое отношение, можно... Да, но, кстати, вот есть у меня один плед, подаренный одним из банков, да, это было, наверное, году в 2013-2014, он белоснежный, такой красивый, честно, до сих пор пользуюсь, то есть это уже 6 лет прошло, больше 6, до сих пор пользуюсь. Анастасии большой привет передаю и благодарность за то, что однажды она мне подарила этот плед. Так что вот и такими вещами тоже пользуются, но сейчас немножко время другое, все-таки уже не 2014-й год. Что сейчас дарят? Ищут компании разные варианты, естественно, традиционно это корпоративные презенты в виде календарей, они никуда не ушли, несмотря на обилие гаджетов нашей жизни. Действительно, просто создание корпоративного календаря, теперь тоже действительно с творческим неким подходом, с пользой. Если раньше, допустим, на всех календарях очень крупно размещали логотипы, теперь модно-тренды уходят. Соответственно, ты несешь даже через этот календарь пользу тому человеку, которому ты планируешь его подарить. То есть не перечисление 25 видов услуг или товаров, которые ты продаешь, а действительно чтобы с этим календарем ассоциировали, например, тебя. Дарят, понятно, что ежедневники дарят, это никуда не ушло, просто, допустим, их объем сократился. Кстати, забавный был момент, когда делали календари с фотографиями своих производственных зданий. То есть это такое здание с вентилюруемым фасадом, его фоткают, красиво лепят логотип, надпись «Нам 75 лет». И календарь готов. Наслаждайтесь видом нашего. Вентилюруемая фасада. Любой подарок, он должен быть продуманным. Соответственно, не превозносить себя. Это тоже самое касается и в рекламе. Мы должны закрыть боль клиента, показать свои выгоды, которые он получит. Так и в подарках. Естественно, мы не говорим только о том, что они должны быть теплыми и душевными. Они носят более стратегическую задачу, если мы говорим о развитии бренда и его долгосрочном развитии. Поэтому любой запоминающийся подарок в целом – это подарок индивидуальный. Но, естественно, когда у тебя в списке 200 адресов, и каждому проявить индивидуальную заботу, это очень сложно. Поэтому… Вот. И как раз-таки вот к этому вопрос. А вот сегментировать партнеров, если мы говорим там ни о малом, ни о среднем бизнесе даже, о каких-то крупных компаниях, довольно будет сложно одному человеку. А кто вообще в компании вот этим обычно занимается, должен заниматься? Или каких-то сторонних людей приглашают для того, чтобы они свежим взглядом посмотрели и определили, а кому дарить-то? Может быть, 200 клиентам и не стоит дарить этого? Действительно, в процессе формирования списка, если мы говорим уже о среднем бизнесе, участвуют несколько подразделений, как правило. То есть именно те, кто взаимодействует по определенным направлениям с партнерами и клиентами. Выбирается действительно топ, так скажем, топ-список, в отношении которого кто-то проводит действительно мозговой штурм внутри компании. В нем участвуют, допустим, руководители отдела продаж, HR, а руководители, коммерческие директоры. Маркетолог, например. Маркетолог, да, PR-специалист. То есть функционал, на чьи плечи ложится подготовка подарков, действительно, он не ограничивается только маркетологом. Ну, потому что он, возможно, даже не каждый маркетолог, если в зависимости, опять-таки, от размера компании, то есть если в компании там работает 5-10 человек, то я думаю, маркетолог знает всех, с кем он вообще контактирует. А если это завод какой-то, например, то ни один PR-специалист даже не может себе, наверное, представить масштаб, количество вот этих вот контрагентов, с которыми коммуницируют там закупки, продажи, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, с одной стороны, если ты занимаешься этим не один год, примерно список партнеров кардинально не меняется, кому мы дарим презент. Это хорошо, но здесь возникает другая проблема, когда ты каждый год занимаешься этим направлением, идеи бывают порой действительно не появляются, и сторонний взгляд, возможно, он тоже будет полезен. Поэтому как-то мы раньше проводили встречи в рамках PR-клуба, касаемо темы корпоративных подарков, делали небольшие публикации, в общем, обменивались опытом, и действительно это было полезно, посмотреть, что, допустим, производственные предприятия, как к этому подходит, банковская сфера, как подходит к этому вопросу, и обмен опытом помогал действительно создавать что-то новое, придумать, да, новую идею. Отлично. Хорошо. Вот мы придумали подарок, да, мы определили, кому мы это дарим, а как это дарим-то? Я бы ещё дополнила, мы не совсем определили, мы рассказали о том, кто участвует в создании, и как в создании любого рекламного продукта. Окей, хорошо. Аудиторию мы тоже должны поделить, потому что партнёры, допустим, строительной компании, это одни люди, партнёры компании, которые оказывают дизайн-услуги, соответственно, они другие. Аудитория, разные потребности в подарках, у них, естественно, могут быть разные, поэтому учитывать то, кому мы дарим, крайне важно. То есть мы ещё наших подарко-получателей рисуем их портрет, рисуем их портрет. То есть прям вообще индивидуальные, или мы как бы на группы их разделяем? Мы разделили на группы и сформировали условно общий портрет, что это у нас мужчины, которые увлекаются тем или иными вещами, в общем, то есть... Какими такими вещами? Я слышала интересный опыт, наверное, года два тому назад я такое слышала, что компания хотела охватить, там что-то они какие-то услуги предоставляли, не помню точно, и им нужна была целевая аудитория сисадминов. А это, по-моему, на так держать на форуме рассказывали как раз. И они подарили им типичный гиковский подарок, то есть голову Дарта Вейдера. Это круто! Это, мне кажется, это настолько вот... стопроцентное попадание в целевку, потому что, ну, мне кажется, стопроцентных сисадминов, они обожают Звездные войны. Но не сто, ладно, 99. А еще хотела добавить, что подарки когда-то начались у меня с написания поздравлений. И, соответственно, при совсем ограниченном бюджете иногда фантазия работает быстрее. А, ну да. И действительно, подарок получается вот здесь индивидуально. Конечно, когда мы делим на группы, мы создаем общеколлективный портрет, и тогда для человека, который получит этот подарок, он будет казаться индивидуальным. То есть конкретно продумали. То есть не просто там блокнот, ручка и календарик, а что-то там женское, например, да? Или что-то там бухгалтерское. Почему нет? Да, если мы говорим о профессиональных праздниках, если мы говорим о юбилейных датах предприятия, потому что, как правило, дарят огромное количество картин. Если у тебя нет больших помещений, где складывать это или куда, допустим, к интерьеру у тебя не подходит очередной пейзаж. Я не против картин, потому что мне тут однажды пришёл вопрос, почему вы так относитесь к подаркам в виде картины. Я к ним отношусь хорошо, если они уместны. Но если из года в год дарят подобные подарки, то здесь индивидуальности уже не будет. Либо человек должен быть действительно коллекционером. Либо дарят огромные статуэтки, огромные арт-объекты. Бронзовых лошадей. Их ещё сложнее куда-то вписать. И действительно, человек, который получил подарки, ему жалко выкинуть. Ну и поставить он его никуда не может. Ну вообще всё, что связано с интерьером, это довольно такая штука тонкая. То есть, понятное дело, есть люди, которым это не особо важно и непринципиальные, или там размеры офиса, либо размеры интерьера квартиры позволяют именно такое поставить к себе или повесить на стену. Но действительно, это очень рискованный такой подарок. Либо это компания, которая конкретно занимается картинами, или это конкретно художник, и он дарит своё творчество. То есть это уже какое-то... Здесь соглашусь. Более осмысленное. Подход к этому, когда коллега с коллегой созванивается, и вы можете условно некий... Заказать? Не заказать, или не так называется, поинтересоваться глубже, чем увлекается, допустим, тот или иной руководитель. И тогда действительно тоже будет продуманный и к месту подаренный презент. Допустим, это чаще всего, конечно, о дне рождения, я говорю, либо о дне рождения компании, когда поздравляют первых лиц. Поэтому в практике пиар-специалистов нашего города это есть. Обмениваться, созваниваться, делиться опытом. Да. Я хотела сказать, закладывай своего руководителя, что он любит. Ну хорошо. Засегментировали. Всё, мы теперь понимаем. У нас там несколько групп потенциальных подарков получателей. Я бы даже, наверное, знаете, как это определила. Если мы говорим конкретно про Новый год, раз уж у нас сейчас Новый год на носу, да, и там часть людей, часть предпринимателей, они ещё не выбрали корпоративные подарки, то можно там засегментировать, например, на деловых партнёров, да, с кем мы работаем наравне, да, клиенты компаний, которые приходят покупать что-то у тебя, и сотрудники. Мы можем вот так засегментировать, например, если это идёт речь о таком малом-среднем бизнесе? В принципе, подобное деление, оно верно. Единственный вопрос по поводу подарков сотрудникам, он может быть действительно быть не в форме вещи, не в форме премии, но в этом году мы ограничены, и многие переходят, допустим, к онлайн-играм. Поиграть на Новый год в Майнкрафт, да? Да, поиграть на Новый год, получить некий новый опыт, действительно, может быть, кто-то и устал от онлайна, но тем не менее, вот такая тёплая, игровая, дружеская. Это очень интересно. А какие игры, например, онлайн-игры, могут быть применимы для... Ну, раньше же было много, я вот сейчас сама себя перебиваю, мысль, потому что ушла в другое место, раньше же было много вот этих вот командообразующих каких-то мероприятий, когда мы ехали на природу, там, верёвочный курс, заплыв на байдарках и так далее. Сейчас мы можем, конечно, это делать, да, но многие компании не готовы рисковать здоровьем, да, и подвергать риску своих сотрудников. Вот, Эльвира, вы прямо меня разорвали, мой мозг в этот момент. Онлайн-игры для поддержания корпоративного духа. Прикольно, а что это может быть? Например? Да, в городе тоже достаточно организаторов игр, которые перешли в онлайн-формат, это даже турниры проводят, поэтому тематика разная, кому условно ближе, там, допустим, это же мозгобой не было, да, они могут поиграть, ну, виртуально. Можно разделиться на команды, мы сами в марте месяце играли, допустим, с детьми, ну, уже действительно на детскую тематику и подключались, и было, ну, необычно весело. Попробуй-ка нынешнюю молодёжь, переиграй, они ещё помнят нас будут. Как вариант презента заменить и тем более заменить корпоратив, да, если мы говорим и про сохранение здоровья, поддержание какой-то командного духа, то, как вариант, подарок может быть в виде некого события. Ещё раз подчеркну, что это необязательная вещь, потому что многие думают, что подарок это конкретно осязаемый предмет какой-то предмет, обвязанный ленточкой с вашим логотипом, то есть это не всегда кто-то снимает клипы. Кстати, слышала вот по поводу предметов, в Москве некоторые компании проводили корпоративное мероприятие онлайн, то есть как они делали, они, вот у них каждый сотрудник находился дома, у компьютера, но чтобы создать праздничную атмосферу, они отправляли каждому сотруднику в коробочку, это бокс, в котором там, например, ну уже от размера компании может лежать наряд, шапочка какая-нибудь праздничная, бутылка алкоголя какого-то, 18+, мы все понимаем, ограничение возрастное, какой-то презент, набор конфет, либо там набор еды из доставки какой-то, и человек, получая эту коробочку в определенное время, выходит в онлайн, и он в празднике находится, и они все примерно в одинаковой ситуации находятся, то есть они в праздничной одежде, в праздничном каком-то там рожке, шапочка, там все что угодно, у них там напиток, у них еда, то есть, а почему бы и нет? В Кирове можно организовать то же самое действие, только, естественно, все зависит от вашего бюджета, но кто-то против онлайн таких мероприятий, поэтому я считаю, что можно попробовать, поэтому это будет тоже интересно, покреативить, потому что если мероприятие оффлайн не очень подготовлено, то... Да, и онлайн будет сложнее сделать. Онлайн будет сложнее сделать, но если и к тому, и другому формату готовиться и понимать потребности сотрудников, то можно реализовать любую идею. Понятно, кто-то любит играть, кто-то может быть... Вот есть мировые бренды, которые также они поддерживают, допустим, местные магазинчики, местные доставки еды, они в этом году выбрали в практику дарят сертификат своим сотруднику на доставку, то есть не обязывают в одном месте, заказывают бутылочку шампанского, оно может быть даже безалкогольным для тех, кто не пьет из сотрудников, то есть тут нет поощрения, допустим, пагубных привычек, но тем не менее создание праздничного настроения и не обязательно они играют, ну, как я сказала, допустим, транслируют концерт любимой рок-группы, которую они раньше нанимали на корпоратив, здесь они её наняли специально для вас, она в определённом месте, студии вещает, ты можешь задать им вопрос, можешь задать вопрос коллегам, показать себя, то есть, ну, в принципе, чтобы создать настроение и поздравить своих сотрудников, можно использовать вот подобный формат. Главное, чтобы на заднем фоне не бегали кричащие дети, мама, покорми меня, пожалуйста. Ну, действительно, как любому корпоративу мы готовимся, так и корпоративу в домашних условиях мы можем готовиться тоже. Хорошо, давайте мы вернёмся к подаркам, к самим конкретно подаркам. Мы говорили уже немножко про тренды, но мы так в общих чертах прошлись, давайте немножко подробнее об этом поговорим, потому что вот мне, например, очень интересно, а что сейчас действительно дарят. сейчас мы больше поговорим про Новый год, но и в целом про гендерные какие-то праздники, потому что 23 февраля, 8 марта, они тоже практически на носу и уже имеет смысл, наверное, в январе, предположим, что-то закупать и как-то организовывать. Вот что сейчас дарят конкретно? Вот прям, знаете, как идеи для наших слушателей, чтобы они прям послушали, возможно, кому-то это что-то понравится, и они возьмут и сходят, купят. Мы не будем говорить где, идите сами. Ну, тренды меняются, естественно, каждый сезон, есть более долгосрочные, сейчас, допустим, любят дарить подарки в стиле эко, дары леса, особенно, если мы говорим про партнёров, которые живут в мегаполисах, они каждый год чаще всего просят мёд, медовые боксы, то есть, ну, в принципе, достаточно интересный презент, в каком плане он всегда будет полезен, его не выкинут и будут использовать. Многие компании за, так скажем, здоровый минимализм и поэтому выбирают подарки съедобные, так скажу. Еду вообще всегда всё равно получить, мне кажется. Еду любят, да, неважно, какой пост ты занимаешь, да, поэтому недавно проводили небольшой опросик, соответственно, вот топ это всё-таки гастрономический набор к Новому году, то есть, их состав, естественно, может быть разным, да, но тематика объединяющая, многие отказались, допустим, раньше было популярно заказывать шоколадные фигурки и прочее, от этого сейчас действительно отходит, но тема гастрономическая, она в любом случае перед Новым годом она всегда в топе. Единственный момент, главное не покупать, нет, сейчас вот я неправильно сделаю, нельзя такое говорить, главное покупать, ну, качественные товары, то есть, понятно, что это должно быть не самое дешёвое в продуктовом магазине, потому что, скорее всего, человек, который, предположим, имеет какие-то более изысканные вкусы, он не оценит, если ему самое-самое там, бюджетное. Ну да, шоколадную плитку можно не приобретать, поэтому, а ещё среди подарков, которые мы действительно... Эльвира, давай вот на этом мы остановимся, гастроневические наборы какие, например? Медовые, например, это может быть, да, действительно, с шоколадом, но это не фигурки, это действительно шоколад, который можно потом съесть, то есть, раньше, если мы говорили, что это должно быть красиво, презентабельно, сейчас это должно быть употребимо, орешки. Орехи, да, действительно, это всё вместе можно скомпоновать. Потом, что ещё? Помнишь, ты мне рассказывала про мандаринки? Это же круто! Да, есть совмещение экотренда, не использовать пакеты и упаковку лишнюю, да, купить, например, авоську и сложить в неё полтора килограмма мандаринов, это действительно ассоциация с Новым годом, это вызовет эмоцию, если вы приедете, не просто пошлёте, да, с курьером этот подарок, а если вы приедете сами лично, допустим, на этой же улице поздравите своего партнёра, то вызовет это действительно много положительных эмоций, радости, как в детстве, да? Ну, это прикольно, то есть, вот, я представила, вот, когда мы с тобой прежде говорили, да, о подарках, я представила, вот, если бы мне подарили вот такую авоську, вот, обычную плетёную авоську с мандаринками, ну, это прикольно, то есть, мне это очень понравилось, потому что это действительно, это что-то такое необычное, нестандартное, мандаринки, они, ну, если у человека аллергии опять нет, да, вот, они всегда в лёд уходят, вот, как семечки там, да, раньше у бабулечек, ещё какие варианты? Варианты, когда, если мы говорим уже не о еде, или продолжим тему еды. Давай дальше, пойдём мимо еды, потому что по еде там, понятно, можно какие-то корзинки сделать, там, с наборами, какие-то колбасы, там, с сыном, ещё что-то. Ну, есть у нас рестораны, да, которые в вакуумных упаковках, допустим, готовят угощения к новогоднему столу, и если мы их красиво упакуем, то это действительно будет тоже хорошим подарком, и тут надо понимать про сроки. Да. Дальше, что это может быть, хоть мы и говорили, что арт-объекты, громоздкие фигуры. А давай мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, и продолжим говорить про прочие продарки, уже от гастрономии уйдём. 101 PR. 101 PR. В эфире Дарья Тангел, это 101 PR, со мной в гостях Эльвира Бокова, мы сейчас говорим про подарки, мы только что поговорили про гастрономические подарки, и переходим далее. Эльвира, что ещё можно дарить на Новый год и на прочие праздники? Из практики работы, что можно подарить на Новый год партнёру, это такой, так скажем, маркетинговый ход, больше в зависимости, действительно, от объёма сотрудничества, да, дарят сертификаты на продукцию, но это без лишних условий, то есть это тоже мера поддержки твоих небольших контрагентов, да, которые могут этот сертификат использовать и прийти к тебе в следующем году. Что ещё дарят? Дарят небольшие, но стильные статуэтки, либо дипломы, тоже не просто рамочка, да, и листочек А4, выбирая дизайн, готовятся и действительно проявляют внимание, называя тебя стратегическим партнёром или золотым партнёром, каким угодно, да, но это действительно два-три презента подобного рода для твоего... Ну, для тех, кого конкретно хотелось бы отметить. Отметить, да, и действительно есть, это характеризует, опять же, деятельность твоего предприятия, допустим, с деревом работаете, да, есть чудесные мастера, которые делают действительно необычные презенты такого рода. Я видела, делают кирпичи подарочные, такие какие-то с гравировкой, там, с вырубленным, тоже прикольно. Только тяжело, конечно. Не много, да, то есть ты условно в такой форме тоже показал внимание, да, и транслируешь свой бренд, свою продукцию, то есть, ну, без перегибов, опять же. Кто-то дарит определённые подписки на книги, но это тоже в зависимости от того, где это уместно, где нет. Когда мы говорим про сегменты, комментирование аудитории, да. Поэтому список, в принципе, это длинный. Единственное, не выбирать подарки совсем дешёвые, всё-таки привлекать к этому людей со вкусом, стараться с фантазией. С насмотренностью, да. Да, чтобы не навредить своей компании, своему бренду. Окей, если мы выбрали подарок, да, мы там что-то закупили, как это персонализировать? То есть, я знаю то, что, например, ну, как бы мы тоже об этом говорили, что раньше просто лепили логотип, чтобы его было прям хорошо видно. А как сейчас с этим поступают? От логотипов не отказываться, но уже их не показывают на первом плане. Интересный ход — это, допустим, вы можете вложить открытку, подписанную рукой. То есть, это действительно ты в таком формате можешь показать персонификацию подарка именно тому человеку, которому ты даришь. Поэтому, допустим, брендировать можно всё, что угодно в наше время, да, можно это брендировать с помощью станков, там, гравировки и других техник. Можно забрендировать в виде небольшой бирочки, которую человек снимет, но если подарок будет действительно интересным, он запомнит, кто этот подарок подарил и будет рассказывать своим друзьям, там, смотрите, а мне подарила такая-то компания, и, соответственно, ты можешь с помощью подарка запустить и сарафанное радио, да. Как правило, допустим, в мебельной сфере там тоже целый спектр подарков, вроде бы они деловые, но они всё равно характеризуют, допустим, дом, семью, традиции, и, соответственно, выбор подарков своеобразный, и персонифицировать подарок с помощью, можно, личного обращения. Человек точно действительно будет долго рассказывать о том, что ему подарили. В соцсетях показывать. Это, ну, сейчас время такое, что мы, там, большинство, кто соцсетями, там, Инстаграма пользуются, ВКонтакте, они фотографируют всё, что им дарят. Если это действительно что-то выдающееся, они обязательно это отмечают, потому что, ну, приятно же получать подарки каждому человеку. Ну, вот, допустим, если мы говорим, там, про 8 марта, однажды компания, которая у нас занимается организацией праздников, устроили такое небольшое турне, проехались по компаниям, в которых работают девушки-пиар-специалисты, и поздравили их, тоже необычно, кофейный напиток. И я сейчас не помню, что-то было, то ли сладости, то ли цветочек. Ну, в общем, но сам факт, что они, каждый из ведущих уделил внимание, привёз, они опрашивали, вроде бы до этого, любишь ли ты горячий капучино, то есть целое действие устроили, да, такие вещи, активности, запоминаться. То есть я говорю, цена вопроса, по факту, вы сами понимаете, сколько этот подарок стоил, сколько эмоций получили, да, действительно, и личный визит, память и остаётся. Да, у нас осталось буквально 4 минутки. Хотелось бы поговорить ещё о примерах подарков, которые ты видела, да, которые прям вау, вот прям вау, и антипримерах. Можно, кстати, не местных, чтобы никого не обижать. Ну, я уже антипримеры, конечно, называла, да, поэтому можно. Можно. Сложненький вопрос, да, получался? Вопрос сложный. Да, потому что, допустим, были ситуации, когда человеку этот подарок подарили, он ему не понравился, а его замы с удовольствием выпрашивали. Я расскажу очень интересную историю, когда Эхо Москвы только открылось, в Кирове. Это было в начале 2010-х годов, да, то есть 2010-й год. Мы дарили кружки нашим спикерам, да, вот кто были первые самые. Мы им дарили кружки с логотипом Эхо Москвы в Кирове. И были прецеденты, они очень милые даже, не незабавные, они милые, когда люди приходили и такие, «А мне кружку вы подарите?» То есть это такая мелочь, но это, видимо, настолько было приятно и важно, что вот у меня дома стоит кружка Эхо Москвы. И вот даже когда сейчас говорят, что «недрите кружки, это ерунда», это не ерунда, людям реально нравится. То есть они реально из них пьют, им они нравятся, они что-то символизируют для них, возможно, там, возможность прикоснуться к какому-то бренду, да, если это какой-то бренд федеральный особенно, или даже если он местный, но он какой-то очень важный там для жизни человека, он будет даже ручкой пользоваться и говорить, «Какая у меня классная ручка!» Действительно, важно воплощение подарка, то есть, как мы и говорили, этот же корпоративный календарь может быть одним, может быть другим. Календари Пирелли, они, по-моему, ну, как бы это легенда, правильно? Хотя это, казалось бы, всего лишь календарь, но они действительно, то, как они вручают, да, то, как они это делают, они делают там крутую фотосессию с известными публичными людьми, да, или каким-то интересным, в интересном каком-то стиле, по крайней мере, раньше было так. Вот. И как они дарят, то есть, у нас был однажды один календарь Пирелли, то есть, это прям в коробочке, такой хорошей коробке, красивущий календарь. Это было круто, хотя, казалось бы, это просто календарь, но он крутой. Есть много действительно примеров хороших, позитивных, которые вызывают эмоции, остаются в памяти и запоминаются не сам подарок, но и компания, потому что это тоже важно, запомнить не подарок, а бренд, который тебе преподнес этот презент. Я действительно совсем-то конкретно антипримеров не назову, потому что, может быть, мне повезло, что в окружении меня работают такие компании, которые ответственные относятся, творческие, да, и запоминающихся, мне кажется, я всё-таки назову подарок в виде клипов, в котором поучаствовали и сотрудники, и топ-состав одной компании, и сделали этот презент себе на 23 февраля, продолжили традицию снимать небольшие видео к корпоративным датам, к юбилейной, то есть, в общем, понравилось сниматься, то есть, мы, опять же, говорим, что творчество проявилось вот в такой форме невещественной, раскрыло некоторых специалистов, с другой стороны, никто бы им не мог подумать, что он может сыграть какую-то конкретную эмоцию, либо станцевать, поэтому... Особенно, если партнёр вовлечён в саму компанию, в жизнь компании, и он знает, предположим, и тётю Машу из бухгалтерии, да, и там Наташку из секретарши, да, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс такие видеопрезенты сформируют и компании-партнёры, которые находятся, допустим, на Дальнем Востоке, да, и даже если бы у нас не было пандемии, ограничений, не смогли бы приехать тебя поздравить, поэтому это такой онлайн-привет, онлайн-презент, он тоже вызывает тёплые эмоции. Классно. К сожалению, наше время закончилось. Эльвира, большое спасибо, что сегодня посетила нашу студию и рассказала о корпоративных подарках. Слушайте нас по пятницам, дважды в месяц, на 101.0. Всего доброго. До свидания.